В выставочном зале художественно-графического факультета бутерброды с икрой градом сыпятся на Красную площадь, словно баржи плывут мимо кремлевских стен. Молодые орловские дизайнеры нашли свой способ напомнить столице, что она, мягко говоря, заелась. На студенческой выставке плакат не просто висит на стене, он разговаривает со зрителем во весь голос, напоминает, спорит, иронизирует. Это все графический дизайн. Вот тут молодое, новое направление в дизайне, графический дизайн, который сейчас так востребован, популярен. И нужен обществу. Я очень рад, что у нас в городе, вы знаете, открыли графический дизайн. Потому что ни одна фирма, ни одна торговая организация, ни одна реклама не может ободействовать без художника. Художник, он сейчас именно царствует. Большинство работ отличает поиск оригинальных образов, яркость, актуальность, художественная цельность. Декан худграфа Михаил Шульгин считает, что в графическом дизайне факультет особенно силен. Подтверждением качества подготовки будущих профессионалов могут служить награды. К примеру, международного студенческого конкурса «Заводной апельсин», в котором орловские студенты участвуют с 2007 года. Каждый год мы получаем дипломы. Минимум лауреатские, а так у нас были и золотые дипломы, серебряные, бронзовые дипломы. То есть вот за вот это время, с 2007 года мы получили где-то больше 60 дипломов этого конкурса. Работы Орла, Орловского региона и Орловских студентов вполне конкурентоспособны. И студенты выставляются и участвуют в международных конкурсах и фестивалях на уровне вузов Москвы, Санкт-Петербурга. В эпоху стремительно развивающихся технологий и ускорения ритма жизни дизайнер, как говорит молодежь, рулит. По сути, он становится своего рода проводником человека в современном мире. Во-первых, дизайн, он как бы всегда развивается, он всегда востребован, потому что дизайн, он вообще во всех вещах абсолютно, куда не глянешь. И как бы сейчас новые технологии, новые программы, естественно, это все очень интересно. Выставка доказывает, что дизайнер, даже начинающий, может участвовать в решении социальных проблем, работать над достижением гармонии человека в его новом образе, образе будущего. Андрей Турбин, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной.